друзья всем привет меня зовут алексей я спешу поздравить вас завершением зимы наступлением весенне-летнего сезона и мы не придумали ничего лучше как отправиться в таиланд в замечательный город банкок в головной офис компании starboard для того чтобы сделать обзор на замечательные доски от компании starboard сезона 2019 основной технической особенностью досок 2019 года является применение нового способа сборки надувных досок называется это welding technologies основная суть данной технологии заключается в том что теперь доски не склеиваются а спаиваются то есть верхний слой нижний склой и боковина соединяются не с помощью клея а с помощью давления и высокой температуры что это дает на практике течение времени под воздействием солнечного света и морской воды клей имеет особенность к разрушению и поэтому через несколько лет ваша доска при очередном накачивании может тупо лопнуть это никому не будет приятно и зачастую вас не будет такого количества клея чтобы ее починить применение технологии welding позволяет вам использовать надувную доску практически всегда потому что слои буквально сращиваются друг с другом и ничто уже не повлияет на их крепость не солнце не морская вода следующая технология который хотелось бы отметить особенно применяется в досках серии deluxe данной технологии называется double camber в основной полости доски расположена дополнительная камера она снабжена отдельным клапаном всю доску мы накачиваем обычно до 15-18 psi данную камеру мы будем накачивать всего лишь до 10 psi для чего же применяется данная технология ну во первых благодаря камере double camber доска приобретает невероятную жесткость это отлично чувствуется когда на воде чоп либо серьезная волна во вторых данная технология призвана обезопасить вас от прокола доски допустим вы катаетесь недалеко от скалистых берегов и совершенно нечаянно ваша доска попала на скалы и вы пробили основной баллон для того чтобы в любом случае могли вернуться к берегу данная камера позволит поддерживать на плаву и вас и вашу доску также в 2019 году модельный ряд надувных досок starboard пополнится новой линейкой zen life основное отличие этой доски от других досок это невероятно низкий вес также все доски из линейки zen star будет очень доступна по цене по сравнению со стальными досками starboard с каждым годом в россии возрастает популярность волнового саббординга наверняка многие из вас знают такой знаменитый спот как хоста новороссийск либо эмеритинга на этих спотах появляется все больше и больше серферов с веслом многие смотрят на этот вид спорта хотят попробовать но не решаются приобретать себе жесткий саб его сложно хранить сложно перевозить и он требует особого ухода специально для вас компания starboard изготовила надувной саб серф в данной доске также используется технология дабл кембер как вы уже знаете она придает доске невероятную жесткость и вам будет подвластна практически любая волна также стоит отметить особую форму носа доски как вы видите она имеет довольно таки сильный изгиб так называемый рокер это позволит вам выгрести доска на line up и поддерживать свое движение уже на волне также в этой доске используют два дополнительных финны что позволит вам более стабильно держаться на волне данные доски будут доступны в трех размерах сейчас передо мной доска размером 9 и 5 она отлично подойдет для новичков и продолжающих саб серферов также хотелось бы отдельно отметить отличие в формах надувных досок как вы видите одни доски имеют более округлые формы другие доски имеют более остроносые формы для чего на практике применяются конкретно данные доски округлые доски являются более универсальными они отлично подойдут как для новичков так и для уверенно катающихся людей на таких досках будет приятно двигаться по закрытым акваториям озеро пруд либо небольшие перегоны по рекам остроносые доски также называются туринговые доски они предназначены для того что преодолевать большие длительные расстояния они хорошо разрезают волны и быстро набирают ход еще доски имеют большое отличие по размерам как вы видите они отличаются по длине и по ширине чем доска длиннее и шире тем она будет более стабильна и может взять на себя гораздо больше веса маленькие доски они предназначены для детей для женщин либо для новичков которые только осваивают азы управления саббордом такие доски отличным подойдут для людей с небольшим весом и новичков на них очень легко освоить основные трюки и правила поведения на доске но к сожалению на больших расстояниях такой доской управлять сложно она не очень стабильно держит прямой курс и вам постоянно придется корректировать его веслом теперь плавненько переходим от надувных досок к жестким досочкам все-таки есть у нас счастливчики которые живут в непосредственной близости от каких-либо водоемов будет озеро водохранилище речка или даже море и для таких людей счастливчиков будет очень актуально использование жестких досок основное отличие жесткой доски от мягкой это ее абсолютная стабильность и контроль на неспокойной воде также большинство жестких досок обладает уникальными конкейвами это специальные каналы по которым вода проходит под доской вследствие чего гораздо быстрее набирается ход и поддерживается скорость как вы понимаете на надувных досках такую технологию реализовать невозможно в моих руках вы видите жесткую доску из серии Tekini Go Данная доска отличается от всех невероятным дизайном в данной серии представлено три различные дизайна все они были разработаны прорайдером компании Starboard Sony Handshade на этой доске вы будете просто неотразимы в любой акватории ну и конечно же невозможно обойти вниманием венец технологическое творение компании Starboard прошу любите жалоб All Star Carbon Sandwich это топовая рейсовая досочка в линейке компании Starboard сколько завоевала эта доска медали не завоевала ни одна доска в мире модель 2019 года претерпела некоторые технические изменения начнем с носовой части доски во-первых инженеры Starboard добавили немного объема в носовую часть и задрали нос кверху благодаря этому доска гораздо проще справляется с волнами и не зарывается в воду на большой скорости переходим к площадке для ног относительно прошлого года площадку немножко подняли это позволило сократить зачерпывание во внутрь воды также вы можете видеть на доске несколько свободных отверстий данное отверстие сделано для того чтобы вы могли переставить ручку так как вам будет удобно по сравнению с прошлым годом хвостовая часть доски стала чуть более широкая что добавило доске стабильности и маневренности также изменения коснулись и формы конкеева доски плоские части на дне стали более широкими что позволило сделать доску более стабильной а сейчас у меня в руках доска шириной 23,5 дюйма раньше бы такая доска была крайне нестабильна при малейшем чопе и дуновении ветра теперь благодаря увеличенной площади плоских частей данная доска очень хорошо себя ведет даже при серьезных волнениях и спасибо компании Starboard за то что пригласил нас солнечный Таиланд предоставил эти замечательные доски на тесты и обзоры подписывайтесь на наш канал ставьте лайки предыдущий ролик здесь с вами был Алексей увидимся с вами на всех речках и озерах и морях пока пока пока